Мы хотели выбрать докладчика и единогласно выбрали нашего следующего замечательного лектора доктора физико-математических наук, научный руководитель по управляемой термоэфферным синтезом нашего самого Большого Института Троицкого в Ленинге, Александр Николаевич Леонидович. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 был назначен Атсимович, академик, в арабоэнергетических работах и Атсоевич, тоже академик, но в высшей школе там люди его знают неплохо. Удивительно, что, вы же помните, после войны, прошло там 6 лет, денег почти не было, в правительстве нашлись деньги на вот развитие довольно-таки странной идеи термоядного реактора, но мыслилось тогда, что это все будет очень быстро, прошло уже больше там 67, 68 лет, а всего 50-го года, уже скоро 70, и мы еще не пришли все-таки к удержанию термоядной плазмы такого, чтобы можно было делать реактор. В 65-м году у Коловины Невинским была сделана первая установка уже очень быстро, кстати, Явинский это данный родственник Невинского, который, которого мы знаем, значит, ну, к сожалению, он трагически погиб, там, что первым годом, разбился на самолете вместе с семьей, так, потом занимались уже другие люди. Значит, ну, в конце 60-х годов появилось название Токамак, вот, агрегатура, агрегатура, агрегатурная, 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 ну, там очень много реактор, поэтому, ну, ясно, у нас есть такой. Значит, самый простой способ удержания термоядной плазмы, это, конечно, вот то, что у нас есть на Солнце, в коррекционном поле все удерживается, но сделать такого же типа систему на Земле невозможно, поэтому мы первоначально начали думать о вот таких прямых ловушках, эта тематика в Новосибирске во все развивается, они, ну, вышли на некий определенный уровень, уровень примерно 60-х годов Токамаков, грубо говоря, но все-таки это еще далекий путь до вот нормальной термоядной температуры в плазме. Ну, и следующая идея возникла, это вот Кастамом и Сахаром предложено, значит, вот, за счет сильного магнитного поля трагиального удерживать плазму, но эта плазма, если просто не в просто магнитном поле будет в этом находиться, она не держится, потому что за счет градиента магнитного поля есть градиентный трейф, он зависит от знака, электроны полетят вверх, идут вниз, и после этого возникло трейское поле, и плазма, естественно, по большому радиусу выйдет отнаружи. Поэтому нужна была какая-то идея, чтобы вот этот трейф убрать, идея была тривиальная, мы пропускаем тох большой через плазму, и возникает полоидальное магнитное поле, за счет вот этого, конфигурации этого полоидального поля и трейф, возникает такая конфигурация, вращательное магнитное преобразование, в этой конфигурации, если еще добавить полоидальное поле, вот критикальным образом создать, чтобы вот, но все-таки он за счет разницы давления внутри и снаружи, на внутреннем обходе и на внешнем он все-таки стремится расшириться, и уйти на стенку, вот это вот поле, оно удерживает его, нафиксирует все силы, и в принципе, такая реальная по существу идея, топ нагревает вазму, и эту самую атаку, если даже не знаходят, он создает такую ловушку, для одного электронного иона, это, конечно, ловушка идеальная, она все время будет там находиться, но, ну, реально плазма там стоит, в отчетках, если там есть диффузия, неустойчивость увеличивается, инфекционные процессы, поэтому плазма живет там, ну так, не так равномерно и радостно, как и хотелось бы, и поэтому вот эти работы по удержанию плазмы ведутся другие годы, вначале казалось, что возьмем маленькую такую установочку, и там что-то какими-то хитростями, ну, как скажем, в обычной реакции, там критическая масса есть, если мы реакции деления смотрим внутри, вывели такую условную форму критическая масса, и там уже в пределе ее мы так легко уже начинаем работать, ну, конечно, на атомной станции посмотреть, там тоже не все просто, и здесь тоже искали что-нибудь такой кушчук, чтобы на маленькой установке что-то пополучать, но, к сожалению, сейчас пришли к тому, что вот делается сейчас в Кадараше, вот на Курчатова было построено три установки, потом вот во времена Александрова академика, он работал до 88-го года, было построено 21 токамак, ну вот два работающие до сих пор, на самом деле, эти 10 уже закрылись, видно, что мы в свое время раздаривали токамаки нашим словацким друзьям, Геран отвезли в Китай Т-7, это, кстати, первая в мире цехопроводящая установка, ну вот в 80-х годах начало строительство двух больших установок, ТСП, одна вот, Тринити и Т-15, цехопроводящая установка в Курчатинском студии, ну вот известные годы, перестройки, остановили эти, построили эти машины, эти машины, ну были запущены, но так поработали очень немножко и не очень успешно. До 2005 года вообще жизнь была не очень понятная, слава Богу, я в то время в Афанции работал, и в Италии, поэтому и вот неплохо, а в России было, конечно, не очень хорошо, и в 2005 году, ну и раньше еще, началось, ну в Ашамире возникла вот такая идея создать этот международный проект ИТЭР, один инициатор этого проекта был Велик Сергей Павлович Академик, и в 2007 году этот проект запустили, и сейчас он вот уже с седьмого года, уже там, сколько, двадцать, тринадцать лет он, этот проект, значит, существует, мы там примерно 10 процентов Токамака делаем, что вообще это существует, ну заметная часть, 45 процентов делает вся Европа, там Америка, Индия, Китай, Корея. И примерно в это же время, вот, ну чуть попозже, где-то в десятом году нашли все-таки деньги, чтобы вот перезапустить видит Токамак Т-15, его переспустили в виде Токамака Т-15, вот о нем я будем больше рассказывать, а потом вот уже не в том году у нас, слава богу, возникла, ну, она называется очень хитро, там, РТТМ, а это, в общем, национальная программа, в которой есть большая часть по управляемой коммуника. Ну вот здесь я хочу показать фотографии вот наших людей, которые начинали всю эту деятельность, вот Торцимович, тут Головин, это Александров, это вот Ельхов молодой, это вот Каренцин Борисович тоже Александров, это Боров в 61 году приезжал в Россию, встречал с нашими академиками. Итак, Т-15, значит, этот Токамак будет запущен, как я уже сказал. Ну, надо сказать, что последний относительно большой Токамак в России, Т-10, был закрыт примерно год назад. К сожалению, значит, вот установка Т-15 СМД делается в том же здании, где Т-10, и подстанция для Т-10 и для Т-15 СМД, это одна и та же констанция, но ее нужно было там конструировать, поэтому пришлось закрыть установку Т-10. Это Т-10, это, ну, самая заметная установка в последние, наверное, там, 40 лет. Публикации, основные публикации экспериментальные, и делают как раз на этой установке. Сейчас осталось два работающих машины, это Т-1-7 в Т-10, вот она, вот я даже молодой реально, что-то установка встает, и глобусы, это в Фистехе в Питерском, это Тюридский Токамак, ну, вот публик, который там вы видели, это редальный публик, обычно большой радиус, ну, несколько раз больше, чем малый радиус этого публика, а вот в Тюридских Токамаках там, где возникло, что вот если радиус большой и малый, примерно одни и те же там, внутри практически такая, ну, что, троидальная публикация, палка такая железная стоит, все вышла, все, и поэтому, грубо говоря, в таких машинах дистанционные процессы идут немножко по-другому, в зависимости немножко другие, и потенциально она, в общем, тоже имеет место быть, но, правда, их всего две машины, то есть, а, три машины в мире такие сделаны, на Тенстекс, в Принстоне в Америке, одна есть в Англии, вот у нас, еще сейчас одна делается в Англии, значит, на МВТ-спешных картушках. Вот основные параметры Токамака, который вот-вот будет запущен, значит, идея его была, кроме всего прочего, такова, что вот, вот видите, аспектное отношение, это отношение большого отправиться к малому, два и два, такая пограничная зона по скейлингах, где прописаны вот аспектные отношения, и там, грубо говоря, сирийские токамаки имеют одни преимущества, там, такие обычные токамаки, свои преимущества идут в промежутке, грубо говоря, пытаемся найти, еще умножить эти вот два преимущества токамака. Ну, трагедально отводят до теста, такой большой, но, значит, этот токамак все-таки будет работать 10 секунд. Вот те токамаки, которые, значит, вот маленькие у нас есть, они работают, там, ну, Т-нинсен, там, 100, там, 150, ну, 200 миллисекунд максимум, токамак Т-10 работал, ну, чуть меньше 1 миллисекунды, но тут 10 секунд, а журнекий квазистационар, это крайне интересная история, вот там вот кемочная система нагрева, это электронный скватронный нагрев, электронный скватронный и нижний гибрид, электронный гибрид и увеличение тока. В сравнении с, ну, вот уже существующими токамаками, мы близки, там, токамаку D3D, это великанский токамак, он работающий сейчас, значит, чуть-чуть попроще, значит, мат и терр, конечно, недалеки, терр, вот если посмотреть, там, большую радио 6,2, малая, 2 метра. Значит, TRD, это алифицированный D с директором, обычно те токамаки, которые у нас остались, они все-таки, ну, заключение глобуса, они круглые, то есть у них сечение круглые, а вот этого будет такой вытянутый, очень сечение, и внизу будут тогда специальные пластины, на которые будут выходить потоки энергии. пластины будут, там, называют франом, может быть баналия покрыта, вот, с такой экспериментальной. Значит, вот этот токамак, он уже собран, все предыдущие токамаки, которые были в России, они не покрашены, тут все примерно 5 миллионов рублей на то, чтобы его почистить и покрасить. То есть, вот, поехали в границу и посмотреть на токамак любой, они очень красивые, а вот сейчас у нас тоже не сделают. Это красиво. Вот, грибковая графитовая диафрагма, начальника собирается использовать графит на этой диафрагме, с графитом мы умеем, давно работает и хорошо, с альфрагмом плохо работает, потому что он все-таки распряется и попадает в плазму, и примеси плазмы должны быть, ну, грубо говоря, там, меньше одного процента, тогда вот у нас ситуация довольно хорошая. Уже сейчас получен неплохой вакуум, значит, вот клеющий разряд был введен, вот штырь тут находится. Обязательно, прежде чем нормально откачивать установка, установка все-таки здоровая, там, если посмотреть внутренность, там, огромная площадь, и поэтому надо ее как-то чистить. Вот клеющим разрядом, там разные способы чистки, сначала с ацетоном, там, спиртом, а потом вот надо все-таки клеющим разрядом выгонять в воду. А, еще как бы нагревают довольно-таки серьезно, чтобы там выпить в воду, там, там, больше 100 градусов обязательно, там, до 250 нагревают. И вот клеющий разряд позволяет выпить всякую воду, примеси ненужные, которые естественного раза потом подступят в стаканах. Вот. Значит, очень существенные момент для любого токамака, это такая магнитная правильная конфигурация. Если у вас силовая линия вот в троидальном направлении, она, грубо говоря, будет отходить от своего первоначального положения, то есть такой, там, ДТБ, ну, как говорят, Б, должно быть меньше, чем 10 минус 4-й. То есть, вот, разбежка вот этих полей, ну, позвала быть очень маленькая, и поэтому проводятся вот серьезные работы в токамаке, чтобы вот патрулить немножко, если это возможно, там, катушку магнитного поля, чтобы они создавали нормальную конфигурацию. Водиновое охлаждение очень важно для токамака. Ну, это токамак тёплый, там, это мирные с серебром катушки, поэтому нам тут, ну, в отношениях для охлаждения достаточно. Оно уже все сделано и готово. Подстанция готова. Вот. Устрелительные устройства, очень, довольно большое количество, тоже все это дело готово к физическому пуску. Гератрон, значит, привезем и сейчас настраивается. Гератрон – это такой прибор, который, значит, ну, креет плазму на частоте 86 в данном случае. Это как раз примерно, там, полтора, полтора тесла для электронов, гератронная частота, электронная гератронная частота, и как раз она попадает в этот диапазон этого гератрона. Гератроны, надо сказать, лучшие гератроны в мире делают у нас в Нижнем Новгороде. Вот сейчас для Итера поставляют гератроны. Некоторые страны, они где закупают у нас, чтобы поставить на Итеру. Вообще, это же хорошее в Нижнем Новгороде. Итмак, там, по ней, как бы так. Мы с этими всем руководим, человек Денисов, замечательные гератроны. Ну, вот это вот, это блоки, как показаны здесь, это для пучкового нагрева плазмы. Тут три пучка мощных. Дело в том, что обычно током нагреть плазму не получается, потому что чем больше температура, тем меньше сопротивление. Если меньше сопротивление, то, естественно, меньше греет. Поэтому приходится применять дополнительные. Ну, грубо говоря, нагреть больше одного, там, это килоэлектрон вольта, ну, ну, может два максимум, что можно. А все остальное надо все дополнительным нагревом. Вот это делается, в частности, пучками нитравов. Высоковаркное оборудование уже все готовое есть. Вот структура управляющей системы довольно-таки серьезная. Она тоже вся готова. Ну, часть диагностических систем. Изготовлено 200 датчиков, поставлено внутрь камеры. Это, значит, зоны Мирнова. В том году, наверное, читал этот доклад какой-то. Мирнов. Но имени названы эти датчики. Диагностический нейтральный пучок. Это для экспериментальных работ, для изучения, ну, всякого рода процессов. Диагностический нейтральный пучок используется. На нем, как мускулярный анализатор, который вот получает информацию с него. ЧИПС, со всеми упоминающими спектральными методами. Тоже этот диагностический пучок будет использовать. Несколько диагностических систем тоже. Они уже приведены в порядок. И, значит, готовы к установке. Большая часть диагностики будет перемещена в шпакоматный Т-10. Там она была в свое время осознавления научной. И будет поставлен в метод камеру. Т-15. Ну, вот контрнаучная программа. Несколько слов. От той программы, которая там будет вести. Первый этап из данной программы – это вообще пробить роботу за камеру и получить первые итоги не так-то просто. Обычно на это уходит, ну, значительное количество времени. Вот, скажем, есть часто камак казахский. Мы делали для Казахстана. Материаловедческие опции. По существу уже уже два пытаются нормально получить разряды. Но все там где-то на восемь или секунд вышли. Славный хиток. Еще точно неизвестно. Идет ли мы по пазме. Ну, вот у нас в России был придуман ход Дина. Сейчас он в мире широко используется. Дина – это Диана. Это по имени дочки один человек, который создатель этого хода назвал этот ход. И уже сейчас мы имеем расчеты, которые, мы надеемся, позволят упростить ситуацию с получением первой плазмы. Потому что мы знаем точно, какие токи в тех или иных катушках должны быть. И, в принципе, мы знаем, как выводить на нормальный ток, на два метамфера, скажем. Вот здесь. Так. Ну, я надеюсь, значит, провести довольно-таки интересный технический эксперимент, который может проверить этот динамик и общую теорию относительности. Значит, в 1909 году М. Зес написал статейку одну. В принципе, он тогда обратился по существу к Хринштейну со словами «Ну хорошо, если нормальное сокращение есть, то что делать с вращающими кольцами?» Вращающее кольцо в направлении, значит, кольца там, значит, Должно происходить, можно сказать, в соглашении, но реально направлений нет. Поэтому это что, сухоживаться как-то не будет? И этим вопросом задаются уже, так или иначе, уже больше ста лет. И каждые два-три года выходят на две статьи на эту тему. Но проблема, я думаю, заключается в том, что реальный эксперимент невозможно провести. Потому что, если мы реально кольцо раскрутим, ну, один секунду там, предположим, накрутим. Во-первых, у нас центробежная сила там, простя и неизвестно что. Но, во-вторых, при этом у нас для русских колес, вот у нас вот относительная точность, относительная точность мерения должна быть лучше, чем 10-11. Для колес, конечно, это невозможно. Ну, современная теория о чем говорит, что все в аппаратурной системе нормально, никакого укоречения, значит, длинной окружности не происходит. Все происходит вращаясь с тем отчета. Вот если мы вращаясь с тем отчета перейдем, то там система уже гипербологическая, и L длинной окружности больше, чем 2p. И, в общем, там, если у нас есть, предположим, два конца заряженного, одно отрицательное, другое положительное. В этом случае, когда вот раскручиваем на кольцо, у нас тут черток, грубо говоря, ну, никаких реальных полей не возникнет. А вот в лабораторной обращающей системе у нас появится радиальный электрический акулер. И так как токовая скорость плазмы электронов по отношению к ионам в шитомаке это примерно, ну, 200-400 км в секунду, то мы вот с точностью вот такую же можем оценить, вот, ну, проверить нейтродинамику до такой точности с нашей плазмой. У нас, значит, ион вращается, и он вращается 300 км в секунду. Вот первые эксперименты, которые, значит, вот мы с коллегами провели на установке ТЕСН, показали слегка удивительное, показали, что, ну, что это просто потенциал камеры, там вот плазма электронная, если там ничего не происходит, никаких радиальных полей, значит, как раз напускаем, то никаких радиальных полей потенциал на камере уж такого, периодически не она может выскочить, такого нормального, там, потенциал вообще не должно, но тем не менее, наверное, будет. Как будто мы вращаясь, координаты находились, сейчас вот не очень понятно, почему такое произошло, но тем не менее, я вот надеюсь, на установке ТЕ-15 ТЕСН проверить, проверить этот эксперимент, провести этот эксперимент. Ну, фундаментальные задачи, вот вы здесь можете посмотреть, здесь большое количество, на ТЕ-10 мы сейчас сравним с ТЕ-10 все-таки, вот, надеемся, вот эти все, большое количество задач, отдельно, ионные и тронные нагревы, получение шмоды, других мод, создание барьеров, ну, и так далее, получение нашей установки. Современные методы диагностики уже, например, один, очень проблемный метод для измерения фунциала плазмы, ну, реально, в конечном итоге, для измерения, ряда геологического поля плазмы, при помощи задерживающих комплексового объема. В принципе, таких установок, таких экспериментальных установок, там, там, три или четыре в мире, и мы находимся здесь, вот, ну, практически там, на передовой позиции. Значит, ну, несколько экспериментов, которые были проведены на установке предыдущей ТЕ-10, я расскажу, они связаны с будущими нашими работами, естественно, и даже с фиктером. Ну, одна из серьезных проблем, это, первая стенка, как она, сейчас она считается самой серьезной проблемой, дело в том, что, ну, вот, скажем, на этой стенке образуются пленки различного рода, и эти пленки, это не просто так, однородные пленки, а пленки, ну, вот, вот, это, вот, таких самоподобно на струбью. А формируются они за счет чего? Они формируются за счет сложной физики, турбулентности, на краю, на краю, на краю плазмы, там, где плазма, ну, примыкает, ближе, ближе всего, к стенке. Вот эта турбулентность, приводит, примерно, в такого типа, самоподобной, значит, поверхности этой пыли, которая сражается на стенку. самое великое, что, вот, эта турбулентность, она описывается, вот, моделями, которые развиты, вот, вот, там, есть, там, кассовых, один, модель, очень высоко отписывается, вот, турбулентность, значит, в Токанаке Т-10. Более того, подобные турбулентные существуют еще и, в движении, когда есть потоке жидкости, и, более того, в космосе, подобные турбулентные движения, указываются формулы, как здесь, от них, а вот эти пленки, как раз, сождаются на стенку, потом, когда все это трясется, во время разряда, то они, конечно, отлетают, падают, Токанаке Т-10, предполагается, давлению существования, примерно, она падает до 1 тонны пыли, что с ней делает, не очень понятно, ну, несколько сотен точно, поэтому этот вопрос, так вот, сейчас он стоит, в коробке, серьезно, и второе, тут очень важно, вот эта вот самоподобная структура, они, это же разборно, мы считаем, что на плазму смотрит стенка, на какой-то площади, а вот эти, ну, самоподобная структура, они имеют гораздо больше, глубокая площадь, и поэтому, надо иметь в виду, вот мы сейчас с детьми работаем, с водородом, и то, что там водородные дети уходят в стенку, как-то там охапливаются, мы потом оттуда его забежаем, ну, как-то, ничего страшного, а когда стрития начнет работать, вопрос очень сложный, потому что, ну, да, эксперименты, на французском такомате, с длинными разрядами, они тогда до 1000 секунд, где-то такие разряды, показали, что, половина газа куда-то девается, ну, вот, куда девается, наверно, вот, 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 одно из главных направлений, которое выглядит на Т-15 антейк, было сейчас, это вот, так называемые, литер-эксперименты, раньше, плюс стенку покрывали бором, значит, ну, бор, довольно положительно сказывался на разрядах, но, бор, этот раз покрыл, потом, значит, через 2-3 разряда, просто, через нас летаются стенки, ну, 2-3, через 20-5, вся длительность, и, значит, уже стенка опять огорается, опять нежеленько сможет быть на плазму, а вот, если жидко-металлическую сделать, покрытие, вот, видите, можно его сделать жидким, на 400 градусов, то, значит, это покрытие лучше считать все время, в плазме, вот, такого типа покрытия, изготовлены красной крестой, в источнике, грубо говоря, там промокашка, она такая вот, делается, полистая структура, и, вот, здесь можно увидеть, что, в разрядах, с литием, светится только край, то есть, грубо говоря, грязь, перестает идти в центр плазмы, это, в принципе, очень хорошо, ну, вот, здесь уже видно, что, после того, как мы начали применять литий, у нас все примеси, все примеси упали, которые мы вот, ну, можем изучить, в 9 раз, в сол, приводится поток от лития, в 9 раз в сол, казалось бы, литий, в сол, это вот, очень тонкий слой, на границе плазмы, казалось бы, литий должен идти в плазму, нет, он вот, на краю удерживает, более того, он в метре подшлое количество, кислорода, природа, и, уменьшается это, называемый эффективно, то очень хорошо, к сожалению, на Этерии, использовать литий запрещено, дело в том, что литий, вообще-то, такое же опасное вещество, если мы там, сворудово поместим, то там он взорвется, поэтому, там надо, в случае аварии, если он там ходится наружу, то может быть, такая серьезная авария, поэтому там, на Этерии от литий отказались. Ну, вот, несколько экспериментов, тоже интересных, насколько сильно плазма взаимодействует со стенкой, разрушает ее, вот, зона, ну, мы умеем нагрузку, как два мегаватта на квадратный метр, ну, вот, вот так вот, растрескивается, растрескивается, кстати, растрескивается, твердое, что у нас есть, по существу, вот, 5-15 мегаватт, уже, такое растрескивание, уже, невероятное, а, если, вот, один мегаватт, это, вот, когда, плазма, переходит в режим ускоренных электронов, то есть, электроны могут выскакивать на диафрагму, на элементы камеры, то вообще там все расплавляется, поэтому, понятно, что плазму надо все-таки так держать, и подальше от даже вольфрама, чтобы вообще, у нас не было каких-то серьезных проблем. Такомаки строятся, надо сказать, довольно скитологи, вот, если раньше, мы такомаки строили, там, вот, 5-3-7 лет, в зависимости от размера, но, как только такомак становится сверхпроводящим, то, супер сверхпроводящий такомак, вот, 9-16 лет, для того, что там не было аварии, они здесь два раза увеличиваются сроки, вот, недавно было запущено, ну, недавно, 2005, недавно, а, просто после этого, практически, кристалли, все ждут, что даст Этера, ну, вот, в России, не менее, в связи с отсутствием, нормальных каких-то такомаках, вот, мы, все-таки, решили строить их на ЦНД, делали Волг, это обменник, который все-таки, 9 лет довольно-таки, долго, это связано, одно с тем, что, во-первых, на ЭТ, довольно много сил тратим, ну, тратим, не самое, что есть, замечательное, ну, скажем так, Китай, дает деньги на ЭТ, и, бюджет, внутреннего, национальной программы, составляет, примерно, 40, вот, тех денег, которые, дает, китай на ЭТ. В год, в нашем документе, они все, каждая страна дает, примерно, там, по 5-6 миллиардов рублей, вот, и, то есть, в Китай, там, 50 раз, может, 40 раз больше, мы на внутренней программе имеем, ну, примерно, там, 800 миллионов, дай бог, динамика, правда, сейчас, страшно улучшается, вот, ну, крови, значит, вот этого, такамака, Т-15 МД, который, вот, вот, отпустится, все-таки, мы сейчас, в разработку, пустили, новый, такамак, который будет использовать высокотемпературные, ну, ну, не надо думать, что, там, мы уже на комнатную температуру вышли, вообще, чтобы получить тепличные магнитные поляна, мы будем работать, все равно, там, при пяти-шести, кельяна, тогда, только, мы можем получить поляна, 25, там, Тесла, но, тогда, в центре, можем, там, десяток получить, Тесла, вот эти параметры, примерно, такие, машина, не очень большая, но, она проектируется для того, что перестроить, существующую инфраструктуру, в Тринити, там, есть, просто, зал для термоядной установки, это, такамак, ТСП был, все время, такамак, который, там, трехметровые стены, в общем, все там, трехметрический комплект, все в нем подготовлено, вот этот, такамак, мы туда встраиваем, он и по весу должен проникнуть, и по размеру, поэтому, вот, здесь даже немножко ограничено. физические задачи, это, одна из физических задач, разработка импульсов на источнике нейтронов, для гибридного реактора, дело в том, что сейчас, ну, это вообще, где-то, ну, вроде, использовать термоядные нейтроны, для наработки атома, ну, скажем, торий, и там, уран, в принципе, для этого, уже все современные уровни плазмы, которые есть, такамак, достаточно, мы можем уже, грубо говоря, завтра или обедом, даже и сегодня. Ну, инженерные, вот, более синие, конечно, на оси, у нас сейчас, Росатом просит до 10-ти довести, я не знаю, как это сделать, дело в том, что, если кто-то видел, как делают, такие смешные проводники, это такая подложка толстая, это гетоники, там микронный слой, вот, этого проводника, и, делаются такие длинные ленты, во-первых, ленты длинные, это длинные, вот, нам ленты нужны, чтобы намотать, вот, катушку, ну, скажем, диаметром, там, два метра, это надо, там, полтора километра проводник, для того, что, как только на стыкуе, в этом, в этом месте, теряет сверхпроводимость, ничего хорошего, этого нет, поэтому, значит, научились работать с низкой, с различными, сверхпроводниками, научились работать, научились их соединять, и с этим, пока, ситуация еще так, вот, работает, тем не менее, мы уже проектируем, для этого, татамата, и приводники, вот, литий, опять же, мы собираемся, активно использовать, в динертных, участках, значит, ну, и мощная система нагрева будет, вот, гератроны, как раз, это Ферран, надеемся, что они нам поставят, для того, что они сейчас, конечно, завалены, работать с Этерром, и вообще, весь мир о них узнал, и с удовольствием, а вот, новосибирские ребята, научились делать очень хорошие пучки, сейчас они где, пучковые системы, поставляют в Америку, например, там, триангфы, есть такой проект, вот, они там, активно с ними работают, вот, здесь я вот хочу показать, размеры современных установок, вот, эта вот установка, GT-60, Super Drums, которая, в конце двадцатого года, тоже должна, она уже работала, ну, и вот, сейчас ее опять, ее конструировали, и опять, никому не собираются запустить, вот она, вот, 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 от такого масштаба, это примерно, как JET, установка в Англии, они, они, примерно, одинаковые, а вот Этер, вы сами понимаете, вот там, в два раза выше, в два раза больше, это будет невероятная установка, вот, ну, вот здесь я, несколько слов, такома, ну, вот, вот, Торсу, противопроводящий, такома, который, на котором, недавно, удалось поработать, очень приятно, на юге Франции, хорошо же, вот JET, который есть, и вот, вот что, что будет, как я уже говорил, 10% специалистов, мы туда посылаем, правда, здесь не удается посылать, 7,5, Европа, все-таки, выбирает нашу долю, но, вот, часть элементов, вот, вот, 9,5%, мы делаем, для, вот, площадка, огромная площадка, в 2004 году, это, тут бы стояло одно дерево, я там как раз находился, Ширак тогда, кстати, переезжал, и тут, действительно, значит, пытался с ним поздороваться, даже и меня удалось это сделать, ну, было одно дерево, на нем табличное, вопреки, там, примерно, в 2005-2004, но тогда было первое решение, что ETH будет строиться на юге Франции, вот когда раньше, а сейчас это вот, ну, вот, это просто невероятное строительство, там, когда я там, ну, там бывает, все-таки, слава Богу, это, конечно, видно, что это что-то такое невероятное, ну, и надеемся, что это заработает. И в конце, вот, я, хочу сказать, что, говоря о очень длинном этапе термоядерных исследований, которые еще пока ничему не привести, но вот, подобное уже было, вот, Гинскрупп с коллегами в 43-ти, я вот считаю, в первой своей проводимости, и не дождались, то, что она появилась, а вот, уже 80 лет пытаются получить водород, там, возможно, есть вот, на Юпитере, но все публикации, которые иногда возникают, потом они говорят, что, ну, наверное, все-таки там не было еще ни патрульского водорода, а вот солнце мы видим все время, более того, в середине 50-х годов мы доказали, что термоядерное импульсное устройство вполне нормально работает в России, водород никому взорвали, и ни одно, но, вот, удерживать ее долго, и, грубо говоря, получать энергию оттуда, это не получается до сих пор, это вызов, и вот мы надеемся, что все-таки Россия подстала, когда мы были первыми, по существу, даже название такомат первое, но вот сейчас, проект 15-й день, надеемся, приведет к тому, что, что мы выйдем в токоматические рейтинги, на такое увеличенное низкое. Ну, в конце я хочу сказать, что, я вот родился в маленьком городке, в верхнем городе называется, там до 5-го класса жил, и там, на удивление, было два учителя у меня, в математике тогда, очень хорошие, потом я переехал в Станинскую заведенскую, там было тоже два, очень хороших, чуть-чуть уже по физике, в том, в математике, и вот эти 4 человека, по существу, дали мне возможность в легкую, да вот, не без приключений, конечно, поступить в Московский физико-технический институт, я закончил его, я работал в Курчатовском институте, даже, одно время был директором того института, который когда-то могла делать, от Симовича, Адонцев, там, вот, по Франции, живу, довольно-таки долго и работал на установках, в Италии, рядом с ним, там, францкая-то городок такой есть, совсем, смотрит, и все это благодаря, с моей точки зрения, вот этим, четырем сочетелям, и, в философском смысле, в будущем, вы, конечно, вы, знаете, скажем так, в России, вообще в мире, но вот, с точки зрения, навыка руля занимает, вы, не в философском, а в прямом смысле, все зависит от вас, я надеюсь. надеюсь. Спасибо за внимание. А скажите, пожалуйста, как вы считаете, что все-таки более перспективное, лазерный термоядерный синтез, или все-таки, намогу попал? Значит, в настоящее время, лазерный термоядерный синтез находится, примерно, где-то на 70-х годах, того, что мы увидели в Токамаках. То есть, Токамак, естественно, сейчас более, в этой системе, но там, правда, есть еще и створа, какие-то, они немножко приближаются к нам, там просто, вращаясь, как разрывается, с таким током, а там, просто, к таким, конфигурациям, на поле, очень хитрыми катушки, они немножко к нам подкрадываются, к Токамакам, но все равно, и между, вот, импульсными системами, типа лазерных, и вот, системы, прямые там, и так далее, это пропасть, несколько десятков. Поэтому, они еще, им еще работники работают, до тех параметров, которые достигнут через Токамак. не знаю, а это 15-ти недели, получат, не спустят, в прошлом году, это было? Да, 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 вот они, вот, 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 вот пусть, скоро пусть, для того, что, как всегда, денег не хватает, как всегда, опять, в инкедемии, опять там, посокращают финансирование, без денег, запустить машину. Может быть, тогда там были в прошлом году, инкедемии, на полунии, испытания. В 20-м, может быть, такая, программа, она заканчивается этим годом, и они должны, подниматься. Но, все-таки, какой-то разряд получился. Камаки, иначе, они зачтут, вот эти, там, 6 миллиардов рублей, которые, по-разному. Пожалуйста. А, если помечтать, об электростанциях, то как тепло планируется от плазмы? Пока поработать. Пока что? Поработать. Пока поработать. То есть, пока машина нагревает воду, и поварит в парню, в парню. Пока, каким образом тепло от плазмы в воду? Можно микрофон? Там, не дроны. 15-м. Просто почему не дроны? Нет, нет. Оттуда там рождаются дроны, они летают наружу. Вот их, вы не будете собирать, там специальные системы. Ну, не собирать, конечно, они будут вот эти системы как раз нагревать. Ну, в общем, пока что прямого преобразования вот эти нейтронов, ну, поток нейтронов будет. плазмы, ну, что нам надо, четырнадцатиневольные нейтроны, они там проникают, конечно же, сквозь стенки, такоматы проходят наружу. Идеально было бы, конечно, создать какую-нибудь, ну, непоробную машину, условно говоря, какое-нибудь прямое преобразование. такие идеи существуют, но четырнадцатиневольные нейтроны не так это просто сделать, их надо сильно замедлять. когда это подзамедлишь, довольно не сильно, в принципе, там же есть такие системы, где можно от разных потенциалов получать напрямую, значит, вот, а сейчас пока что, к сожалению, к сожалению, будь, как в атомной станции, там, тоже, паровоз, ну, не паровоз, да. То есть, на сегодняшний день основная задача удержать плазму? Нет, не основная задача удержать плазму. Но плазму, научились уже удерживать, удержать ее длинное время, очень длинное. Просит нас пока не говорили? Нет. Уровень, значит, два эксперимента уже было проведено, ну, это в 90-х годах, в манжете один, один на Тифтиаре, там, в Принстоне, которые, там, с третьем работали, там был нормальный синтез, ну, правда, там третье было, ну, там, Q, там называемое, там, есть такой осмараметр, это, сколько энергии уложились, сколько там, значит, за счет длинных тепланов можно получить, если мы говоря, вот, Q, если больше единиц, энергия от нейтронов больше, чем мы укладываем в ее длинные. Вот они работали с Q, там, порядка, ну, 6 там, ну, это, ясно, что, кстати, термонезные условия, вот, вот, сейчас, токамак, и термонезные, будет запущены, там, но, одно из самых важных, это длительность, потому что, современные машины работают, ну, где-то секунды, ну, мало, я, это, получается, она тоже интересная нашла, надо, чтобы он, ну, вообще, год работы, ну, хотя бы там, ну, сейчас машина есть тысячи секунд, вот, токамак, который, в принципе, низкий параметр, относительно, уже термонезный, предполагается, будет работать, там, больше 500 секунд, там, определять, еще больше. А, если получится, где-то, 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 ну, значит, токаматы будут, если вы знаете, как, работают, термонезные бомбы, там же, трития нет, а, литий, ведь мы тоже, оказывается, у нас, члены, нейтроны, они, их размещают, мы размещаем, так называемые, бланкеты, за, за камеры токамака, там, ведь литий, и в этом литии, будет навыкаться литий, это тритий, там, производство, один, не один, там, по-моему, что-то, будет такого, и он, в цикле, будет записываться, то есть, первоначально, надо, сколько грамм плиты, а потом, вот, цепочка заткнется, вообще будет длительно, умеренно, лития, там, тоже некуда, поэтому, ну, несколько, там, миллионов лет, хватит, в нашей боте, которая есть, вот, три-то, конечно, нет, вот, разограется, ну, вот, жидкие, там, все замужем, конечно, есть уже системы, теперь, короткий, но провокационный вопрос, конкуренции, зеленая, энергетика, в свое время, это, значит, тепловые станции есть, уголь, уголь очень плохой, очень плохой угольный, там, заваливаются уголь, они, могли, там, провести, построить одну станцию, и мы туда поехали, корректировали, в зеленую, говорят, туда мы приехали, у нас были такие дороги, серьезные специалисты, и мы дискутировали, там, две интересные вещи, я узнал, очень много, из прокуринции, значит, ну, есть такие, эти, на разность с температурой в воде, там, там, на букву, сверху, у нас уже есть температура, до этой разности, можно делать, говорим, склоны, насосы, можно станцию делать, ну, вот, мы приехали, как раз, там, есть суицкий залив, и приезжаем, значит, что-то так странно, у суицкий залив, через три дня, оказывается, с температурой, немножечко, поперемешалось, ну, 6-60 минут, поперемешалось, значит, ну, перед, в этом направлении дискудировали, потому что с центральными станциями ситуация такая была, что, значит, у нас, они там, об этом тоже говорят, ну, все знают, что с 5-20 км, вообще, выплывают, в каждой станции, рыбы уплывают, хорошо это, неплохо, неизвестно, потом, те системы, солнечные батареи, тоже, там, покрыть надо, что-то не, тогда, производительность, с нами не доступна, все хорошее, вот, ну, тогда мы нормально дискутировали с зелеными, которые были, но сейчас, я думаю, все приходится дискутировать с девочкой из Швеции, а скоро мы получаем, по поводу, зеленых, ну, то есть, покоряют, да, свои вещи занимают, да, свои вещи. Вот, скажите, пожалуйста, 15-3 отказываются от лития, да, я посередине, это лития, вы уже, такомаки, уже объяснили, я поняла, а вот как вы предупреждаете, собираетесь аварии, такомаки, с использованием лития, подзрывных? Ну, литий, не будет, как защитного элемента, в первой стене, вот, вот, а этот, литий, мы используем, малый, маленький, такомат, первенец, он собирается на 12мд, он использует литий, но, все-таки, при многоскопической токомаке, надо сказать, что там аварии, наверное, вспыхнут, может быть, если что-то, сейчас, слава богу, красная звезда, которая занимается этим делом, наконец-то, через там, примерно 15 лет написал нам инструкцию по эксплуатации, систем, которые, именно в трите, ну, в смысле, которые мы такоматом используем, литий, систем, сейчас вот мы, по крайней мере, с точки зрения ТВ, там, можно так и поаккуратнее работать, ну, в малых установках, там, конечно, видите, а вот если бы двери, там, что-то скажем, камера, разветвается, выскочит туда, там, сорвется, установка стоит, сейчас уже, по-моему, в районе 30 миллиардов евро, и поэтому, конечно, аварии, заживая там и так, эти, подземные всякие, пучки, там, электроны бегущие, потому что, полуравно дёрнутся, предположим, то там, наводится там ночь, много всякого, что неприятностей, которые могут прожечь стенку, поэтому, и от литий, естественно, отказать. Лития как можно было? Можно сделать, скажем, такую, такую, еще одну сутку камеру, больше, в несколько раз, чем цепотокамар, на фразу, когда он пошел, предположим, и работает вот так. В принципе, тогда же, по-моему, ну, вот, и взятие оказывает. Александр Михайлович, спасибо еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ